Как часто делать маски для лица? Практические рекомендации. Состав каждой маски индивидуален. Во многом он будет зависеть от типа кожи лица и целей, которые преследуются ее использованием. Отличаться друг от друга будет и время воздействия масок. Практически неизменными для всех видов масок будут лишь процедура подготовки и правила нанесения их на лицо. Если маска готовится самостоятельно, то ее нужно замешивать непосредственно перед нанесением, перед тем, как покрыть кожу лица составом маски. Ее нужно тщательно очистить с помощью воды косметического геля, мыла или лосьона. Желательно, чтобы женщина весь период пребывания маски на лице находилась в лежачем, расслабленном положении. Нужно постараться не проявлять никаких эмоций с помощью мимики и не гримасничать. Эффект от воздействия маски усиливается в случае, если кожа предварительно была распарена холодным или горячим способом для того, чтобы добиться продолжительного результата. Все средства для кожи должны наноситься строго согласно инструкции, а курсу лечения и профилактики желательно регулярно повторять. Существует специальная техника нанесения маски или крема на лицо по массажным линиям. Средства для лица наносятся от колоносок, уху от центра лба к вискам, по линии подбородка от центра вверх и от верхней губы. Уху удалять остатки или излишки маски необходимо ватным диском, смоченным в прохладной воде или специальными косметическими салфетками, как правильно наносить маску для лица. Что касается частоты использования той или иной маски, то привычное всем правило, чем чаще, тем лучше, здесь не актуально. Ведь некоторые составляющие маски могут оказывать стягивающий или высушивающий эффект при частом использовании. Или, напротив, чрезмерно увлажнять и без того жирную кожу лица. Потому наносить маску стоит строго, исходя из рекомендаций и типа кожи. Как часто использовать маски для разных видов кожи? Всем известно, что каждый тип кожи нуждается в собственном индивидуальном уходе. При таком уходе интенсивность использования масок также должна отвечать определенным правилам, так как для жирной кожи характерны расширенные поры и большое количество сальных выделений, ее стоит чаще очищать и реже увлажнять. Потому питательные маски в этом случае наносятся не более, чем пару раз в неделю, а вот очищающие и пеленгующие можно использовать как минимум 2-3 раза в неделю обладательницам нормальной кожи достаточно будет раз в неделю проводить очищающие процедуры. И раз в неделю питательные и увлажняющие манипуляции сухая кожа является наиболее подверженной шелушению и пересыханию. Потому весь комплекс мероприятий по уходу за таким типом кожи должен быть направлен на питание и увлажнение пидермиса не менее трех раз в неделю. В то же время такие либо очищающие или скрабирующие маски лучше сократить к минимуму, не чаще одного раза в неделю, более сложной. Считается ситуация с комбинированной кожей. Такой тип требует тщательного наблюдения и выявления доминирующих качеств кожи. Если последняя склонна к обильным выделениям кожного сала то увлажняющие маски нужно наносить не чаще одного раза в неделю. Если же она, напротив, слишком пересушена желательно почаще ее смягчать с помощью питательных масок при чувствительности кожи. Можно регулярно использовать увлажняющие маски от 2 до 4 раз в неделю. Однако стоит следить за тем, чтобы в их составе не было компонентов, способных вызвать аллергические реакции. Также чувствительной коже категорически запрещено контактировать с абразивными веществами. Проблемная кожа, богатая на прыщей, угри и черные точки требует целого комплекса по уходу. Во-первых, ее нужно регулярно очищать. Во-вторых, ей необходимо питание и увлажнение. И, наконец, для проблемной кожи желательно использовать успокаивающее и подсушивающее средства. Каждую из перечисленных манипуляций рекомендуется делать не реже двух раз в неделю, как часто можно делать питательные маски. Питательные маски для лица призваны оздоровить кожу и вернуть ей превосходный вид. Они насыщают эпидермий с недостающими минералами, придают ему упругость и эластичность, помогают разгладить поверхностные морщины. Питательные маски являются универсальными и подходят для всех типов кожи. Как говорилось выше, применять маски необходимо, исходя из типа и состояния кожи. Частота использования также будет зависеть от этого фактора. Питательные маски промышленного производства рекомендуют применять около трех-четырех раз в неделю. Маски, приготовленные собственноручно в домашних условиях из натуральных ингредиентов, можно использовать хоть каждый день, если того требует состояние кожи. Как часто можно делать увлажняющие маски? Как правило, увлажняющие и питательные маски принято применять в комплексе. Они прекрасно дополняют друг друга и усиливают эффект от их обоюдного воздействия. Увлажняющая маска помогает восстановить водный баланс кожи и восполнить недостающий в ней уровень влаги. Частота применения увлажняющих масок абсолютно совпадает с частотой применения питательных. Как часто можно делать омолаживающие маски? Как часто можно делать маски от морщин? Ближе к 30 годам на лице женщины могут начать появляться предательские морщины. Они пока не очень заметны и не совсем старят свою счастливую обладательницу, однако начинать борьбу с ними желательно при первых их признаках. Тогда можно оттянуть появление следующих, более глубоких гусиных лапок, а также зрительно уменьшить и разгладить уже существующие. Для этих целей необходимо использовать омолаживающие маски либо промышленного, либо домашнего приготовления. Однако, для начала нужно выяснить, как часто можно делать маски от морщин. Вне зависимости от производства маски, есть несколько неизменных и обобщающих правил, касающихся их применения. Состав маски должен отвечать типу кожи. В него не должны входить компоненты, способные спровоцировать аллергическую сыпь или раздражение, пользоваться омолаживающими масками. Можно уже с 25 лет при приготовлении и нанесении маски необходимо строго соблюдать рецептуру и инструкцию по применению. Омолаживающие маски, как правило, используют около 2-3 раз в неделю, не стоит пропускать процедуры, иначе эффект может быть утраченной. Придется начинать все. Сначала посмотреть и купить омолаживающую крем-маску для лица. Каламаск можно здесь. Как часто можно делать отбеливающие маски? Женщинам, имеющим на лице какие-либо пигментные пятна, веснушки или просто желающим улучшить свой цвет лица и избавиться от нежелательных темных кругов под глазами, рекомендуется применять отбеливающие маски в домашних условиях. Однако частота использования таких масок будет напрямую зависеть от типа кожи. Обладательницам сухой, чувствительной кожи не стоит повторять процедуры с отбеливающими масками чаще одного раза в две неделю. То же касается женщин в возрасте более 40 лет. Этот период характеризуется появлением возрастных морщин и чрезмерной сухостью кожи. Женщинам с нормальным типом кожи можно пользоваться отбеливающими масками один раз в неделю. Какая же частота рекомендуется и для комбинированной кожи, но жирная кожа позволяет применять такие косметические средства около двух раз в неделю. Вот и все рекомендации, касающиеся частоты использования разнообразных видов масок. Вывод данной статьи таков. Обязательно подбирайте маску согласно своему типу кожи, применяйте ее регулярно, но не переусердствуйте. Восклицательный знак.